Уважаемые присутствующие, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Разрешите представить наших сегодняшних участников. Это народные депутаты Украины, члены Межракционного объединения Депутатский контроль Максим Поляков и Елена Масорина. Это заведующие Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Светлана Донская и заведующие отделения трансплантации костного мозга интенсивной мегадозовой терапии Олег Рыжак. Мой заместитель и наш эксперт в медицинских вопросах Юрий Житомирский. Я Вадим Руденко, глава секретариата Межракционного объединения и руководитель общественной организации Депутатский контроль. Итак, дорогие друзья, как вы знаете, вот уже полтора года мы ведем системный парламентский контроль за работой исполнительной власти. С помощью активной общественности мы находим факты коррупции и делаем все возможное для того, чтобы чиновники понесли ответственность. Также мы осуществляем системную законодательную работу, направленную на снятие точек коррупции как таковых. На сегодняшний день в объединении 32 народных депутата Украины. Они члены различных парламентских комитетов. Соответственно, спектр нашей работы крайне широк. Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы поговорить об очень важной проблеме, от которой в том числе зависит здоровье многих украинских детей, о проблеме достройки нового корпуса клиники Ахмадед. Как вы знаете, строительство началось еще при Януковиче, однако не закончено и по сей день. В то же время вокруг этого объекта сформировалось большое количество групп, которые стараются нажиться на данном объекте, что в нашем понимании вообще и близко несовместимо с моралью. Вы знаете, к сожалению, коррупция в Украине есть везде. К сожалению, ее до сих пор очень много. Однако, на наш взгляд, есть те сферы, где даже самый злостный коррупционер должен сам сказать себе «стоп». И одной из таких сфер, в нашем понимании, является здоровье детей. Именно поэтому с начала этого года мы включились в активный контроль строительства. И на сегодняшний момент видим определенные коррупционные группы, которые стараются взять под контроль строительство данного объекта и финансовые потоки на строительство, а это сотни миллионов гривен. Они не гнушаются ничем, не боятся ни затягивания сроков, ни срыва строительства в принципе, не гнушаются завышать в разы сметы и даже предоставлять акты на работы, которые не были выполнены. Так дальше продолжаться не может. Именно поэтому мы сегодня здесь, для того, чтобы привлечь внимание общественности к данному вопросу, для того, чтобы обратиться к правительству, к министру здравоохранения, открыть ему глаза на то, что он делает и привлечь к немедленным действиям. Мы здесь для того, чтобы заявить, что каждое нарушение будет найдено и все виновные понесут ответственность. И я уверен, результаты будут очень скоро. Ну а пока, пока, к сожалению, есть проблемы. И о них мы сегодня поговорим дальше. Поэтому я благодарю вас за внимание и передаю слово своему коллеге, народному депутату Украины, Максиму Полякову. Добрый день. Речь идет о строительстве, как сказал Вадим Руденко, больницы Ахмадет, которая уже потрачена около полумиллиарда гривен, и которую на сегодняшний день ведет подряд строительство компания Альтис. Компания Альтис занималась строительством еще очень одной известной стройки и очень эффективно получила результат. Речь идет о больнице будущего, в которой только остался фундамент выстроен, и больше ничего нет. Компания Альтис выиграла в прошлом году, в ноябре месяце, выиграла подряд на достройку Ахмадета. Но, как оказалось, и на сегодняшний день мы покажем и факты, и цифры, что данная компания на самом деле есть одним из участников теневой приватизации возможности получения и полного контроля строительства Ахмадета. О чем идет речь? Ну, в первую очередь, сама компания является кипрским офшором, который называется Альтис Констракшн и Гарри Хан Инвестмент Лимитед. Это две компании, которые заинтересованы на Кипре, и все деньги, которые получает компания Альтис, выводятся с государства. В прошлом году они получили авансом 35 миллионов за работы, которые до сих пор не выполнены. Мало того, на последнем совещании у министра здравоохранения я задал вопрос министру по поводу фальшивых актов, до которых компания Альтис пыталась получить деньги. И мы потребовали от Квиташвили провести служебное расследование, чтобы они изъяли совместно с правоохранительными органами, изъяли акты, по которым, если не ошибаюсь, до 30 миллионов гривен, которые работы не были осуществлены, но в которых компания Альтис пыталась получить деньги. И по нашей информации, те работы, которые они даже выполняли, у них до сих пор нет никаких расчетов своими субподрядчиками. То есть деньги государство отдало, на сегодняшний день работы не выполнены, денег нет. И с 1 числа 2016 года компания Альтис не имеет никакого отношения к строительству. Но по странным обстоятельствам, в течение вице-премьер Зубко проводил совещание 12 февраля, на котором дал поручение забрать все документы с государственного предприятия, которое подчиняется Министерству здравоохранения УКРМедпроект, и отдать частной компании, что в принципе абсолютно невозможно, потому что сама проектная документация оценивается в не 1 миллион гривен, и передать их просто безосновательно почему-то по поручению вице-премьера вызывает удивление. Но второе удивление вызывает само появление господина Зубко на стройке в Ахмадете с руководителем Альтиса. Потому что вице-премьер есть непрофильный, он теоретически не имеет никакого отношения к медицине, но он появляется с компанией, которая строила и не достроила больницу будущего, и после этого проводит совещание в кабинете министров, которые дают поручение отдать всю документацию частной компании, что в принципе является незаконным. Мы сегодня, я по своему заявлению отправил в кабинет министров дать стенограмму, по какой причине вице-премьер давал такие поручения, на основании чего, и в связи с чем компания, которая с 2016 года не является подрядчиком, так как они не выполнили условия тендера и условия тендера закончены, может получить доступ к этой документации. И самое главное, что на сегодняшний день стройка в Ахмадете абсолютно остановлена. Компанию «Кармедпроект» там уволена директор, на сегодняшний день заблокирование счета службы безопасности, ничего абсолютно не происходит. И происходит то, что у нас есть инсайдерская информация о том, что компания «Альтис» ведет речь, что давайте вообще Ахмадет, очень дорогой проект, лучше его не достраивать, давайте вынесем за город, достроим проект больницы будущего, и может быть там вот что-то будем делать. Это то, что происходит на сегодняшний день. Но что мы понимали, порядок цифр, что полмиллиарда гривен уже государство потратило на данный проект, и безусловно сегодня выносить и что-либо делать невозможно. Мало того, по тому, что мы разговаривали со специалистами, чтобы закончить этот проект, дойти до установки оборудования, осталось менее года. На сегодняшний день остановить стройку уже на два месяца не идет, и только занимаются несколько народных депутатов, которые остановили всю работу, ничего не происходит, вызывают вопросы. Мало того, все вокруг компании «Альтис», которая имеет к этому непосредственное отношение. В цифрах, чтобы мы понимали, ежегодно государство тратит около 200 миллионов гривен на лечение детей, которые должны лечиться в Украине. Эти деньги вывозятся за рубеж, даже в том числе в ближайшую Белоруссию. Если достроится больница, в первую очередь это сохранятся и будут лечиться наши дети, и второе, что государство на этом еще будет зарабатывать деньги, потому что оборудование, которое будет, позволяет всех детей, которые сегодня онкологически больные, обследовать и оздоравливать, лечить на территории Украины. Поэтому мы обратились с заявлениями по проверке в службу безопасности, в Генеральную прокуратуру, МВД и Госфининспекцию, проверить действия законности и незаконности и вице-премьера, и службы безопасности в связи с блокировкой счетов, хотя на сегодняшний день нет ни единого документа, который бы подтверждал о том, что были какие-то незаконные расчеты. И самое главное, это компания «Альтис», которая пытается приватизировать сегодня при помощи еще нескольких деятелей это строительство и полностью взять ее под контроль. Спасибо. Благодарю. Максим, коллеги, предаю слово Юрию Житомирскому. Он, по себе, позицию дипконтроля также озвучит. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить врачей Ахмадета за то, что они принимают участие в нашей сегодняшней пресс-конференции, потому что по имеющейся в депутатском контроле информацию, на сегодняшний момент дельцы пытаются оказывать давление, в том числе и на медицинских работников, чтобы они не высказывали смело свою позицию по защите интересов украинских онкологических больных. Уважаемые представители средств массовой информации, рак – это болезнь, которая может коснуться любого человека, независимо от возраста, его уровня дохода и страны проживания. Но в то же время онкологическое заболевание не является смертельным приговором, если существует государственная политика, которая позволяет с ним смело и радикально бороться. К сожалению, эта страшная болезнь не щадит даже детей. В Украине ежедневно регистрируется около 1 тысячи новых случаев к онкозаболеванию детей. Сегодня на учете в онкологических медицинских учреждениях состоит около 5 тысяч детей в возрасте до 18 лет. И многие из них нуждаются в сложных операциях, в том числе в тех, которые, к сожалению, пока еще не могут делать в Украине. Хочу привести страшные цифры статистики. Каждый четвертый ребенок в нашей стране умирает от злокачественных апохолей в течение первого года. После установления диагноза. Причина ни в коей мере не есть ни в компетентности или неграмотности украинских врачей. Среди украинских медиков масса специалистов. И при своевременной диагностике и точности соблюдения схемы лечения, результаты украинских врачей ничуть не отличаются от результатов их европейских коллег. В Украине можно спасти семерых из десяти заболевших детей. Однако в нашей стране нет достаточных финансовых и материально-технических возможностей оказать в полном объеме и на должном уровне помощь онкоболевальным детям. В первую очередь это касается проведения операций по пересадке костного мозга от неродственного донора. Поэтому многие украинские пациенты, практически все, кто нуждается в данном медицинском вмешательстве, вынуждены проводить его за рубежом. В Украине программа по детской онкологии недофинансирована. Только вдумайтесь, я сейчас приведу несколько цифр, они страшны, за ними стоят жизни людские. Речь идет не о каких-то астрономических суммах тем более. При минимальной потребности в 536 миллионов гривен правительство выделяет на программу детской онкологии и 353 миллиона, что является на 40% меньше от потребности. С таким бюджетом около 2000 украинских детей будут просто обречены. Давайте называть вещи своими именами. Они умрут, если что-то не изменять. Имеет место факты, когда врачи из зарубежных стран приезжают в Украину просто увидеть, пальпировать, посмотреть больного с 3-4 стадии рака. Почему? Да потому что такого нет в Европе. Они, зарубежные врачи, видят 3-4 стадию рака исключительно в медицинских учебниках. Для них такой больной является диковинкой. А у нас на более чем 1 миллион украинских больных ранг, более 50% диагностируется онкологическое заболевание на 3-4 стадии, когда лечение уже крайне сложное и, естественно, дорогостоящее. А при подобном бюджете финансирования эти люди, и дети в том числе, приговорены. Жизненно важно обеспечить 100% финансирование программ лечения и профилактики онкологических заболеваний, как и у взрослых и у детей. И крайне важно, наконец, ввести в эксплуатацию новое здание Центра по пересадке костного мозга и детской онкогематологии в клинике Ахмадет. Необходимо, чтобы Ахмадет развивался. Чтобы наши дети не умирали из-за отсутствия возможности лечить сложные заболевания. Делать пересадку костного мозга от неродственного донора также необходимо. Завершение строительства Ахмадета должно стать национальной идеей и главной задачей государства. К сожалению, как уже выступали мои коллеги, Ахмадет становится разменной монетой. И объектом для политических игр это недопустимо. Скажу более, это преступление. Пока политики играются и пиарятся, и нечистые на руку бизнесмену каждый день, каждый час, у нас в Украине погибает онкобольной ребенок. Что касается самого нового корпуса, как я говорил, он крайне необходим. При таком состоянии здоровья детей нам необходимо улучшение оказания высокоспециализированной медицинской помощью населения. Создание современной больницы для наших детей на базе Ахмадета было определено приоритетом государственной политики. Скажу более, правительственным были выделены колоссальные средства. 500 миллионов гривен для того, чтобы этот грандиозный проект состоялся. Планировалось, что после завершения модернизации на результату с мощным онкогематологическим центром в полной мере будут работать отделения, где будут выполняться реконструктивно-пластические операции, пересадка костного мозга от неродственного донора, хирургическая коррекция врожденных пороков развития у новорожденных, онконейрохирургия. Общая площадь нового лечебно-диагностического корпуса должна была составлять около 67 тысяч квадратных метров. Стоимость реализации проекта на момент начала работ 1,8 миллиарда гривен. Это только на начало, затем суммы эти увеличивались. Из них строительно-монтажных работ 619 миллионов гривен. Оборудование, инженерия и мебели 927 миллионов гривен. При этом около 500 миллионов гривен из меты проекта планировалось потратить на покупку высокотехнологического оборудования. Медицинские работники это поймут, и те врачи, и те люди, кто столкнулись с проблемой онкологии среди своих близких. Сколь важное медицинское оборудование должно было быть приобретено. Это и линейный ускоритель, и компьютерный тонограф, и магнитно-резонансный тонограф, цифровые рентгенаппараты и многое другое. Современное передовое оборудование позволит выявлять и лечить заболевания еще на самых ранних стадиях. Создание современного центра онкогематологии и трансплантации костного мозга в новом высокотехнологическом корпусе, в том числе использование нового оборудования, даст возможность осуществлять пересадку костного мозга пациентам от неродственного донора. Также хочу сказать, что благодаря созданию нового лечебного диагностического комплекса в больнице Ахмадет будет создано более 1000 рабочих мест для врачей, среднего медицинского персонала, технического персонала, ученых. Также хотел бы привести заключительные цифры статистики в своем выступлении. Если сегодня в клинике Ахмадет могут поправлять свое здоровье 20 тысяч детей, то после введения в эксплуатацию нового современного корпуса их количество возрастет до 30 тысяч детей. Уважаемые журналисты, уважаемые коллеги, на сегодняшний момент речь идет о спасении жизни, о спасении 10 тысяч детей. Программа онкологии недофинансирована, и если не будет своевременно запущен Ахмадет, это реальные жизни, это реальные смерти. Мы не должны этого допустить. И сейчас депутатский корпус, общественные активисты, медицинская общественность, мы обращаемся к представителям массовой информации, и просим, чтобы вы помогали нам в освещении этой проблемы. Мы не отступимся, нас не сломать. А те дельцы, которые пытаются давить на врачей и общественных активистов, у вас не получится. Вас нам не запугать. За нами украинские дети. И за нами совесть и правда. Спасибо. Благодарю, Юрий. Теперь у нас есть возможность услышать мнение непосредственно наших уважаемых врачей. Светлана Олег, кто из вас первый? Я, наверное. Светлана Донская, пожалуйста. Вообще-то Донская, ну ладно. Донская. Я, наверное, буду говорить не только как заведующая центром. Дело в том, что у нас есть такая позиция до сих пор в стране, внештатные специалисты Министерства здравоохранения. Я выполняю функцию больше 10 лет внештатного специалиста по детской гематологии, поэтому я очень хорошо знаю, какова проблема с гематологией, гематологией и онкогематологией во всех регионах страны. План, который вынашивался много лет, построение нового корпуса и в нем достойное место для центра детской онкогематологии, он касается всех регионов страны. Потому что на сегодняшний день мы выполняем очень высокотехнологичные виды химиотерапии для детей с онкозаболеваниями, но, к сожалению, мы не в состоянии взять всех детей из регионов, которые нуждаются в таких видах лечения, и если это принципиально даже отличается их шанс на выживание, при химиотерапии в региональных больницах и химиотерапии в нашем центре, в Ахмадете. К сожалению, наша коечная мощность не позволяет нам стопроцентно охватить всех нуждающихся детей. Это очень болезненная проблема. Если на диагностику мы тоже пытались вложить свою идеологию при планировании нового корпуса, тоже доступность к самым современным видам диагностики, радиологической диагностики в первую очередь, у детей Украины ограничена, потому что возможности провести позитронную эмиссионную томографию, они лимитированы отсутствием таких доступных в МОЗовских учреждениях аппаратов и лимитированы тем, что в тех учреждениях, где это делается, это делается платно для пациентов. И это далеко не всем в стране доступно, потому что болеют дети с любых семей. Диапазон наших пациентов – это и дети генералов, и в то же время дети простых сельских жителей. Не существует селекции, не имеет права быть селекция для онкобольного ребенка по социальному признаку. Ну и естественно, как уже упоминалось, наши надежды на новый корпус – это удвоение количества трансплантационных коек, что позволило бы нам от сегодняшней цифры, вот максимум 30 трансплантаций в году в нашем стареньком корпусе, подняться минимум до 100 трансплантаций в году, для того, чтобы внедрить те методы, которые мы пока не делаем. А это очень обидно, потому что мы начали делать трансплантацию костного мозга в один год с нашими белорусскими коллегами, в 1998 году. С 2000 года мы делаем аллогенные донорские трансплантации костного мозга от родных братьев и сестер, вот последние три года от родителей, которые частично всегда подходят ребенку. Но мы не можем делать неродственную трансплантацию, и нашим коллегам за каждого пациента в тот же Белорусский центр платим по 170 тысяч долларов за каждого пациента. Может ли быть решена проблема внедрения таких технологий за счет развития медицинского туризма? Нет. Однозначно нет. Потому что как бы ни увеличивались бюджетные ассигнования на отправку на лечение за границу, при том количестве пациентов, которые с года в год по новым показаниям требуют трансплантации костного мозга, даже если этот бюджет будет увеличен в 3-4 раза, это все равно позволит отправить на лечение только часть детей. Доступность для всех детей будет отсутствовать. И я могу сказать на основании своего опыта. Вот с 90-х годов мы очень широко открыты, упала железная стена, и мы общаемся с европейскими коллегами во многих странах, и были во многих странах, и стажировались во многих странах. И география, и европейские страны, и США, и Турция, и до Чили. И мы знаем, что ни одна страна не развивает медицинский туризм за счет того, что в это вкладывается бюджет. Это точно так же, как в известной поговорке. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Не хочешь кормить медицину свою. Вы абсолютно правы. Спасибо, Светлана. Главное не сдаваться, и мы обязательно победим. Пожалуйста, Олег Рыжак, заведующий отделения трансплантации костного мозга. Трансплантация костного мозга на сегодняшний день – это метод лечения, который в развитых странах применяется для радикального излечения отнюдь не только онкологических и гематологических пациентов. Это и заболевания иммунной системы, иммунодефициты, аутоиммунные заболевания. Это заболевания обмена веществ. Это многие врожденные заболевания. Но если мы возьмем только онкологию и гематологию, как уже было сказано коллегой, в Украине в год впервые заболевают около тысячи детей, то из них приблизительно 30% потенциально нуждаются или в будущем будут нуждаться в трансплантации костного мозга. То есть это около 300 детей в год. Я говорю только о детях, потому что у взрослых, если мы возьмем этот пласт, показания значительно более широкие, и там речь идет о тысячах пациентов в год. А у нас в стране, к сожалению, аллогенная, то есть донорская трансплантация костного мозга, на сегодняшний день доступна только детям. Взрослые пациенты вообще ее не получают. И на сегодняшний день мы можем делать до 30 трансплантаций на тех мощностях трансплантационных, которые имеем. Новый корпус позволит, как уже было также сказано, увеличить количество до 100. То есть это будет уже треть всех нуждающихся в трансплантации детей. Но помимо количества, новый корпус позволит нам выполнять и такой вид трансплантации, единственный, который мы на сегодняшний день не можем выполнять, это трансплантации от неродственных доноров, в которой нуждается приблизительно четверть всех пациентов, которые требуют включения в программу их лечения трансплантации костного мозга. Начиная с 1998 года, когда впервые в Украине мы начали делать трансплантацию, мы имеем возможность оценивать собственные результаты. Мы являемся членами международных сообществ профессиональных, таких как Европейская группа по трансплантации костного мозга, таких как Американское общество трансплантации костного мозга. Мы даем туда свои данные, нас оценивают аудиторы международные, мы сами оцениваем свои результаты, и поэтому с полной ответственностью можем сказать, что они у нас практически такие же, как в развитых странах. Но, к сожалению, создается впечатление, особенно в последнее время усилилось это впечатление, что кое-кому невыгодно развивать отечественную медицину, кое-кому выгодно, видимо, больше вывозить деньги за рубеж и делать трансплантации детям костного мозга там за 150, за 200 тысяч евро, при том, что за эту же сумму в Украине можно сделать трансплантации не одному, а трем, а то и четырем детям. Это, по меньшей мере, странно. Вместе с белорусами мы начали делать трансплантацию, как говорила Светлана Борисовна, в 1998 году. Но там была всегда государственная политика в этой области. У нас, к сожалению, до сих пор государственной политики в этой сфере нет. В свое время с нашим участием была подготовлена государственная программа по трансплантации костного мозга. Она прошла согласование во всех департаментах МОЗа, Минздрава. Но как только вышла на уровень согласования с другими министерствами, она умерла. И, к сожалению, даже государственной программы детской онкологии, именно как государственной программы, на сегодняшний день не существует. Каждый год обновляется бюджетный запад. Программы нет. И неизвестно, что будет в следующем году. Например, закупки государственные по этому бюджетному западу прошлого года до сих пор не проведены. Мы не получили ни одного препарата за 2015 год. Мы работаем сейчас на остатках препаратов, которые были закуплены в 2014, а то и в 2013 году. А сейчас уже 2016 год. Сейчас уже должна начинаться процедура закупок 2016 года, а до сих пор не проведена за 2015 год. Два-три месяца у нас не останется ничего, и дети будут просто, простите, тупо умирать из-за отсутствия препаратов. Дети, которых можно вылечить. В подавляющем большинстве случаев радикально вылечить и обеспечить им хорошее нормальное качество жизни. Потому что мало кто из родителей в состоянии купить все необходимые препараты. Химиотерапия как основной метод лечения и трансплантация костного мозга – это медицинский хай-тек. Современный медицинский хай-тек очень дорогой. Я не уверен, что даже одна из десяти семей сможет это покрыть за собственное средство. И, конечно, особенно неприятно то, что сейчас начались какие-то игры, я бы сказал, грязные игры вокруг нового корпуса. Больница «Ахмадед», в котором наш центр из девяти этажей, предназначенных для клинического использования, должен занимать три этажа. На сегодняшний день в стране нет не то, что онкологической детской больницы, современной, не единой. В стране нет не единой современной полифункциональной детской больницы. Наш центр на сегодняшний день расположен в приспособленном помещении в здании, которое было построено в конце 30-х годов. Да, у нас есть необходимое оборудование, необходимое по минимуму, но мы сейчас уперлись головой в потолок, как говорится, и в плане обеспечения оборудованием, медикаментами, в плане коечного фонда. И если дальше так пойдет, ну тогда, наверное, действительно придется кормить и чужую армию, и чужую медицину, и, наверное, всем надо будет куда-то переселиться и освободить земли для тех, кто будет торговать нашим здоровьем. Ну, чем только сможет, как говорится, что старожу, то и продаю. Благодарим, Олег. Ну, и, наверное, подытожить Иллина Масорина, народный депутат Украины, член ШК «Контроль». Доброго дня, шановні коллеги. Безумовно, ситуация, яка склалася с лекарной Ахмадид, вона є достатньо складною і, скажімо так, не є пересечною. Назвати це не можна ніяк, окрім того, що це просто цинічний грабіж держави. І, фактично, кожен, хто був в Ахмадиді, кожен, хто стикався з тою чи іншою проблемою лікування дітей, розуміє про те, що це лікарня з прекрасними спеціалістами, що це лікарня, яка дає шанс дуже багатьом дітям, дітям, які знаходяться під смертельними загрозами. І тому, безумовно, добудувати її – це є питання честі для нашої країни і без перебільшення питання життя і смерті для наших дітей. Що на сьогоднішній день пропонується міністерством, і, зокрема, міністром Квіташвілі, приватизація даного об'єкту. Держава почала будівництво даного об'єкту. Держава вклала величезні кошти в будівництво даного об'єкту. І на сьогоднішній день корупційними схемами, я не можу просто підібрати слів, які можна було б озвучено публічно. На сьогоднішній день це знаходиться в такому замороженому стані. І зараз робити приватизацію цього об'єкту, на нашу думку, є неправильним. Тому ми, як депутатський контроль, неодноразово зверталися до правоохоронних органів з метою все ж таки дізнатися, яких конкретно високопосадовців є інтерес в недобудові чи приватизації, переприватизації цього об'єкту. А сьогодні хотіли би звернутися і до президента України Петра Порошенка, до прем'єр-міністра України Арсенія Цунюка, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, до всіх міжнародних структур організацій, до вас, шановні журналісти, до активної громадськості. Ми повинні консолідувати свої зусилля, ми повинні реальними діями все ж таки допомогти дітям в тому, що вони мають право, і це є такий обов'язок держави, надати їм достойні умови для лікування. І ми пропонуємо організувати таку міжвідомчу комісію, групу кризову, яку би під головуванням прем'єр-міністра України, для того, щоб все ж таки охмадит лишався у власності держави, і ми змогли би його добудувати, і добудувати під пілким наглядом країни і під наглядом професіоналів. Так само хочу запевнити вас від імені і депутатського контролю, і всіх тих парламентарів і чиновників, які, я впевнена, не залишаться байдужими, і не залишиться осторонь цієї проблеми, що ми не дозволимо в такому прихованому режимі корумпованим чиновникам приватизувати або якимись іншими способами в подальшому відмивати і так в лапках заробляти кошти на дитячому житті, на дитячому здоров'я. Дякуємо. Дякую. Дякую. Це не секретні документи, це його публічна позиція. Я просто хотіла б услышати, коли ця публічна позиція була висказана, тому що, я ще раз кажу, що ми оці... Дата ви хотіла б почуття. ...где, коли, і при нагідному ми зададим йому питання, тому що ми як бы пытаємося відслежувати, ми такого не слышали. Якщо можна, уточніть, пожалуйста. Дякую. Если можно, я добавлю на том совещании, на котором мы были, присутствовали. Речь идет о теневой приватизации, безусловно, а не публичной. И речь идет о том, что сегодня строительство заморожено. И при молчаливом согласии министра Квиташвили, на котором он был на совещании у вице-премьера Зубко, ему дается поручение забрать все документы у государственного предприятия УкрМедпроект и передать частной компании Альтис. Мне кажется, это более чем достаточно. Я написал лично запрос господину Зубко с предоставлением копии стенограммы, на которой это проходило, и по какой причине, и кто имеет право передать всю документацию государственного предприятия от частной руки компании Альтис. Но Альтис, она же выиграла открытый конкурс, стала генподрядчиком. И она должна иметь какие-то документы. Датчик компании Альтис закончился 1 января 2016 года. С 1 января 2016 года компания Альтис не имеет никакого отношения к Ахмадеду, кроме 35 миллионов авансов, которые они получили, и работы, которые они обязаны выполнить, но не выполнили. 37 по 739. А, то есть 38. Да, пожалуйста. Тебенка Юрий, громадский дьяч. Ребята, я извиняюсь, я вот хотел бы, у меня есть на самом деле 3-4 вопроса, которые я хотел бы озвучить. Может быть, я, конечно, верю, что вы очень смелые ребята, что вы пришли ни в коем случае не пиариться, а создать гарант-группу в некотором смысле. Правильно же я думаю? Я хочу заметить, что я вижу очень много хороших, светлых лиц. Итак, первый вопрос, ребят, к вам. Вот, Вадим Руденко, к вам первый вопрос. Вы говорили, что есть какие-то некие силы, которые остановили работу и подали куда-то в СБУ, там, еще заявление о том, чтобы прекратили работу. Назовите фамилию этого человека, который сделал так, чтобы СБУ арестовала счета. Вы можете назвать эту фамилию? Вы слышали название компании, которые только что здесь звучали. Компания «Альтис» это ясно. А что касается акта, вот, допустим, тут есть копии, да, на 20 миллионов было подано имя акта. Вы меня не слышите. 15 миллионов – это невыполненные работы, которые не были приняты за качество. Вот вы сейчас здесь собрались и вы говорите, вот мы оставили свои фамилии, мы будем защищать. Есть 100% некие депутаты или группы, которые хотят закрыть это. Вы можете назвать фамилию? Попрос понятен. Давайте, у вас еще вопросы есть? Да, второй вопрос к Олегу Рыжак. Олег, вы можете назвать фамилию тех депутатов, которые возят, делают туризм в другие страны наших деток, которые занимаются контролем этого путешествия? Вы можете назвать фамилию этих депутатов? Ну, в частности, госпожа Корчинская. Я тоже самое хотел спросить у вас. И третий вопрос. Я, извините, слышал, что на днях проходило вообще, по-моему, в Верховной Раде какие-то слушания. Можно я продолжу, чтобы всем было совсем интересно. А где сама госпожа Корчинская? Насколько мне известно, она с 2011 года, да, вроде занимается этим вопросом? Почему ее нет на пресс-конференции? И я больше чем уверен, что это именно она. И вы бы чему-то не назвали. Давайте, если можно, в формате вопросов, пожалуйста. Это я свожу все три вопроса к одному. Мне кажется, нужно заняться госпожой Корчинской. Мне кажется. Потому что тут она, закрыла в СБУ она. Потом, что еще у нас? Вы же понимаете, да? Я понял. Благодарю вас. Ваша позиция понятна. Просто депутатский контроль отличается от других организаций прежде всего тем, что мы не для того, чтобы устраивать конфликты, с кем-то воевать, кого-то в чем-то обвинять. Наша цель в данном случае, да, чтобы этот объект был построен, наши дети получили возможность лечиться как можно скорее. У меня самого четверо детей, и я хочу, чтобы дети были здоровые. Спасибо. Но есть люди, которые всплывают. Вытащите их, пожалуйста, для народа, чтобы мы видели... Смотрите, по службе безопасности, по информации на нашей встрече, за блокированием счетом стоит господин Семочка, который является директором департамента по экономической контрразведке. Спасибо. Вот этот человек отвечает за блокировку. Мы лично встречались... Какое-то заявление к нему, на которое он ссылается, есть ли это? Может быть, его тогда нужно привлечь? Ну, я думаю, мы обратились во все органы для того, чтобы это стало публично, обвинять в чем-либо, не наша цель. Наша цель для того, чтобы основная и ключевая, и их две на самом деле. Это то, чтобы достроилась больница Ахмадет, это раз. И второе, чтобы это было максимально публично и прозрачно, это два. Я еще раз извиняюсь. Мне кажется, вот в этом и проблема честного общества. Мы никого без суда не обвиняем, хотя знаем, кто это делает. Мы не хотим никого обвинять. Нужно просто называть фамилии, кто это делает. И общество будет принимать решение, уже слаживать свое мнение об этих людях. Понимаете? Вы ждете почему-то какого-то суда. У нас нет времени. Вот правильно говорят врачи. Нет времени ждать, пока будет какой-то суд. Благодарю вас за вашу активную позицию. Мы как громадское общество. Приходите к нам в депутатский контроль, присоединяйтесь. Я с удовольствием. Вот вы еще. Вы называли, что... Оксана, Алена. Вы, извините, вы говорили, хотите создать некую группу. Я хочу войти в эту группу. Я очень хочу войти. Пожалуйста, Грушевского 10. Мы вас ждем в любое рабочее время. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Ну вот, телеканал 1 плюс 1, Дмитрий Светненко. Говорили о приватизации, говорили о компании Альтис. Да, действительно, вот коллега говорит о именах. Кому принадлежит компания Альтис? Кто конкретный коры Стэва? Вот Римович вот этих 37 миллионов, за которые ничего не сделали. Назовите, потому что, ну, как бы, мы собрались, поговорили. По нашей информации, это кипрский офшор. Его же кто-то владелец этого офшора. Есть там, может, я неправильно в букву назову, гостемин Глебковский, если не ошибаюсь. Может, в буквах где-то ошибаюсь. Это один из основных акционеров или человек, который непосредственно владеет этой компанией. Вот есть у нас фотографии, где этот господин, то есть генеральный директор, совместно с вице-премьером, находится на стройке в Ахмадете 12 февраля. Вот они обои, вдвоем идут и общаются. Поэтому, я думаю, это есть вопросы для, в целом, для НАБУ. Задать вопросы, по какой причине эти два человека находятся, и по какой причине потом получают поручение на заседание при главовании вице-премьера передать документы с Укрмедпроекта, передать компании Альтис. Вы, как народные депутаты, уже написали заявление или это пока что только... Мы написали, мало того, при необходимости, мы готовы предоставить все копии тех писем, которые у нас вышли. Если не ошибаюсь, это было позапрошлой недели, там ряд было обращений и господину Квиташвили. Потому что на самом деле у нас есть вопросы, и к тому же господину Семочки с СБУ, по той причине, почему заблокирование счета и осуществлялось давление на прагнитные органы, с блокированием, в том числе, на суды. По той причине, что конкретно за деньги, которые были и заблокированы, отвечает Министерство здравоохранения, которое обращалось и в казначействе, и в Министерство финансов, и ни в одной этой организации нет и не установлено никаких нарушений. Мало того, мы для того, чтобы установить справедливость, еще попросили и обратились в Госфининспекцию провести проверку всех этих действий. И сейчас эта проверка идет установить, были ли нарушения или не было этих нарушений. Потому что, насколько нам известно, в компании нет нарушений по перечислению этих денег, то есть ни Министерства финансов, ни здравоохранения не было. Но есть так называемая, как озвучила замминистра здравоохранения, политичная воля. То есть непонятно, откуда она сформировалась. Ну, понятно, с присутствия вице-премьера на стройке Альтис, что это за политическая воля, почему стройка остановлена. Вот это очень плохо, что у нас ради политической воли останавливается строительство детской больницы. Ну и последнее, да, вот вы вспомнили замминистра. Вот прокомментируйте ситуацию в конце декабря, когда из госбюджета ушли 80 миллионов гривен. Непонятно на что, непонятно зачем. И потом частично вроде вернулись или не вернулись по разной информации. За подписью одни говорят Павленко, даже документы показывают, а вторые показывают второго замминистра. Точно такие же аналогичные документы, но с двумя разными. Одни группы депутатов разные. На самом деле, то, что я заранее озвучивал, есть проблема в том, что Альтис подали акты, которые не подтверждены выполненными работами. Это 80 миллионов про Украин-Медпроект. Смотрите. Здесь арестованные деньги, которые подтверждены по долгам, которым нету никаких вопросов. То есть, вот они были выполнены работы и их не установлены. Для того, чтобы еще раз проверить, мы еще раз возобновили эту проверку, проверить, есть ли там нарушения в этом долге. Потому что, как нам сказало Министерство здравоохранения, Министерство финансов и казначейства, что нарушений по выполненным работам за 80 миллионов, которые были перечислены и которые заблокированы в службе безопасности, на сегодняшний день не существует. Но ведется криминальное проваджение, деньги арестованы и, кроме того, мы обратились в органы для того, чтобы это проверить. Есть вторая сумма, которую получили 37 миллионов с копейками аванса, работы, которые на сегодняшний день не выполнены и деньги, которые моментально ушли на кипрский офшор. Поэтому вот очень важно понять, и я прекрасно понимаю сегодня Альтис, потому что для чего они это все делают? Для того, чтобы иметь полный контроль над строительством, чтобы не быть подотчетным никому, для того, чтобы полностью контролировать и государство устранить в этом процессе. Потому что если устраняется государственное предприятие, Укрмедпроект, соответственно, за все отвечает компания Альтис. Но самое важное в этом моменте, это то, что компания с 2016 года, 1 января, не имеет никакого отношения юридического к выполнению каких-либо обязательств. Она не есть уже подрядчиком, потому что подряд закончился 1 числа. На сегодняшний день им передают документацию, они приходят на стройку, они приглашают туда официальных лиц, вице-премьеров и чем-то там занимаются. Поэтому для того, чтобы установить справедливость, мы обратились и хотим это перевести в максимально публичную плоскость. И второе, это некоторые депутаты, которые организовали на этом бизнес, которые занимаются много лет этими вопросами и устраиваются. Назовите, которые депутаты. Некоторые коллеги их уже озвучивали, я думаю, все их услышали. Ну вот мы только Оксану Корчинскую услышали, тогда это депутаты. Если депутаты, то назовите фамилии, пожалуйста. На самом деле мы в этом процессе участвуем буквально с Нового года. Поэтому я думаю, в течение еще месяца мы очень много информации выдадим, которая будет. Но для того, чтобы не быть голословными, то есть если у нас есть подтверждающие деньги, которые вымыты, мы им показываем. Если есть какие-то фотографии, мы их показываем. То есть для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить, лучше это будет не голословно, а с конкретными документами. По поводу того, что с 1 января Альтис не имеет отношения к этому объекту. Министерство здравоохранения говорило в конце прошлого года о том, что такая ситуация может возникнуть, потому что договор заключен до 1 января. И планировалось, скорее всего, продление этого договора, потому что есть два варианта. Либо продлить договор, либо провести повторный конкурс. С повторным конкурсом никто не хочет связываться, потому что уже была история, когда все лето проводили и блокировались постоянно этот конкурс. Скажите, что вы предлагаете, а что делать? Найти нового подрядчика, выгнать Альтис, может быть, посадить его в тюрьму, может быть, продлить с ним договор. То есть какое ваше конструктивное предложение? Конструктивное предложение. Первое мы должны понимать, если подрядчик взял с работы, который должен был выполнить, в прошлом году их не выполнил, деньги вывел, не сражаясь с подрядчиком, безусловно, должен был сделать анализ группы выполненных денег и расторгнуть договор, так как они не выполнили условия тендера. Безусловно, что не участвовать в никаких тендерах, даже с моральной стороны, было бы неправильно. Запретить им никто не имеет права. Нужно, необходимо, срочно объявлять следующий тендер на этот год, потому что в этом году не будут выполнены и не успеют выполнять эти работы, и, безусловно, их проводить. Но с теми подрядчика, которые имеют опыт и реализацию, а не те, которые влазили в проекты больницы будущего, там этот проект похоронили и зашли в похоронное бюро в следующий в Ахмадес. Пожалуйста, Калинин, еще вопросы. А нету какого-то поменять вот этот механизм? Ну, я не строитель, не специалист, но мне вот кажется, что глупо подписывать с подрядчиком договор на месяц, даже на год, тогда как работы выполнятся, ну, условно, за два года. То есть через год проходить новый тендер и будет новый подрядчик заходить? Ну, ведь это же, ну, как бы, здесь не надо быть гением, чтобы понимать, что это коррупционная схема. Логика, безусловно, в этом есть, но на самом деле здесь не должна, в том, что вы говорите, не должна самоустраняться Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, это же не индюк, который должен вылазить 1 января 2016 года. А для этого они делают анализ, понимают, если работы идут, они должны проводить тендер в декабре года, чтобы на следующий год уже все было понятно, кто будет делать. И эта компания продолжает или следующая. Безусловно, когда Министерство здравоохранения может даже понять и четко ответить, перечисляли они деньги, кому они дали, что они хотят. Вот у министра здравоохранения, мы три раза были в совещании, у него было три разных мнения. Самое главное, что приходят новые люди, у него одно мнение, другое, и непонятно, кто министр. Поэтому, безусловно, должна быть четкая позиция. Есть государственное предприятие, которое за это отвечает. Укрмедпроект. Безусловно, Министерство здравоохранения, которое непосредственно, если распорядником Коштев и заказчикам всех этих вопросов, должно просто контролировать и делать эти вещи своевременно. Вот и все. Я маленькую хотел бы ремарочку сказать. Один из представителей средств массовой информации сказал, что отслеживает деятельность министра. И я уверен, что министерство. Очевидно, вы были на последнем заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где давалась оценка министру здравоохранения лично и работе министерства. Не было ни одного народного депутата Украины, который бы представляли как коалицию, так и оппозицию, у них фракционной, не было ни одного члена комитета, который бы оценил работу министра как положительную. Работа министра признана неудовлетворительной. Но я думаю, комментарии излишни. Спасибо, Юрий. Коллеги, еще вопросы? А кого-то еще есть вопросы? Просто нам уже пора заканчивать. Все, тогда последние вопросы заканчиваем. Я еще хотел бы заострить внимание на том, что вот уволили директора Укрмедпроекта, а на каком основании уволили? Почему нет документов? Почему ее просто уволили? Почему вот это произошло? Где основание и почему тогда, если ее уволили, почему ей тогда не выдали документы об увольнении? Что происходит? Абсолютно верный вопрос. Именно его мы задаем министру Квидашвили. Мало того, по поводу увольнения, у нас, я же говорю, то, что мы сказали о теневой приватизации, есть вопросы, что мы знаем о том, что уже проходят конкурсы в Министерстве здравоохранения, и там как раз один из кандидатов, человек, который имеет непосредственно решение кальтеса, который должен возглавить это предприятие. В этом принципе, я думаю, абсолютно логично, скорее всего. Но вот сейчас мы эти увидим фамилии, увидим человек, который будет директором, мы увидим его послужный список, трудовую книжку, будет понятно, где он работал, к чему имеет отношение. Ладно, вы же сказали, Грушевского 10, а когда можно пройти? Прямо сейчас. Я вас провожу, прямо сейчас. И заканчиваем, потому что нам нужно освобождать пресс-центры для следующей пресс-конференции. Коллеги. Пожалуйста, дайте это еще. Добрый день. Министру подавать не нужно, потому что все там, оно и остановится, и все там на месте, оно тормозится. Треба, напевно, звертаться до президента. Можливо, там еще вы отримаете какую-то информацию, какую-то реальную действию и влияние на данную ситуацию. Я бы хотел вам сказать про «Альгіс-контрашен». «Альгіс-контрашен» – это структура, которая належит тесту нашего главы ДФСУ, пана Насирова, и это не треба бояться, это треба говорить. Это структура, которая была причетна, когда, помните, Ющенко, дружина носилась, Ющенко говорила, что они строили тогда лекарню в будущем. Это все 300 миллионов долларов, тогда с фонда Ахметова было перераховано на эту структуру, и они где-то распорожились, им пропали, по сегодняшний день никому неизвестно. Точно так же у нас есть информация доздоверная, это про 37 миллионов. Они были перерахованы с Укрмедпроекта «Будум» на «Альгіс-контрашен». «Альгіс-контрашен» их перерахованы на «ТОВ-інфор-буд». Это юридическая структура, которая находится за одной адресой из ТЗОВ «Альгіс-контрашен». И они потом перераховали эти деньги на «ТОВ-буд-постаж». «Будпостаж» – это связь с КИПСКИМ и офшором. И эти деньги мне так же кажется, что они уже где-то закладены в какой-то кишени, и про них уже говорить мало. Потому что вы говорили и про 22 миллиона невиконанных работ, которые они пытались подписать. Можливо, за это и была звольнена паня Кова. Так что все тут зарито в одном и тому самом дне. Сегодня идет разговор о 390 миллионах гривен, которые уже хотят получать «Альгіс-контрашен». И они уже призначили директора. Уже есть имя, если я сейчас посмотрю, у меня воно записано, потому что неведома людина, но людина, которая работала в Азии с Крашеном, протяжении двух лет, юридично очолювала службу и так далее. Так что сегодня они идут этим шляхом, чтобы взять 390 миллионов и похоронить этот «Охмадит». Так же, мне кажется, потому что недавно мы въезжали и смотрели опіковый центр республиканский. Там были вложены миллионы гривен, миллиарды гривен. И сегодняшний день оно все валится, все руйнуется. И таким самым чином, кто еще зацикал, не хочу вам сказать, что 100% гарантуем, что это некоторые депутаты, которых очолю в комитете. Это паня Бахтєєва, которая уже много лет занимается поставкой медобладнания и лекарств на медицину. И она тоже причинна, чтобы это все остановить и развалить. И вместо того, чтобы закончить строительство вчасно и эффективно, и так, как должны быть нормальные люди, чем сначала закончить, а потом купить обладнание. Так вона хочет сначала закупить дороговартостное обладнание на несколько миллиардов гривен. Десятки миллионов гривен. И потом это обладнание, через 2-3 года уже будет непригодное, так как сегодня они закупили в Академию медических наук на миллиарды гривен обладнания, которое сегодня не используется. Потому что без адестационных документов оно уже не пригодное сьогоднее до использования. Точно та самая схема панует сегодня в Министерстве охраны здоровья, которую очолюют те люди, про которых вы говорили. И я очень благодарен вам за это, что вы включились в эту борьбу. И я думаю, что если вы еще сделаете организацию, их подключить туда гормонских активистов, вы добьетесь первого результата. Я благодарю вас, да. Вижу, количество сочувствующих и готовых включаться растет. Поэтому благодарю коллеге за участие в пресс-конференции. Депутатский контроль всегда открыт для взаимодействия. Спасибо.